Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Пенхаз». На самом деле история «Пенхаз» относится еще к прошлой главе, но наша глава вторая по длине во всей Торе после главы НАСО. Причина этому – перепись, очередная перепись северийского народа, которая производится уже на границе с землей Израиля, новое поколение готовится войти, но есть одна очень интересная тонкость в этой переписи – это дети. Говорится о двух детях, сначала сыновьях Аарона, которые умерли и не вошли, хронологически, по крайней мере, и потом о сыновьях Короха, которые не умерли и вошли в землю Израиля. В чем же между ними разница, казалось бы, очень странная. Сыновья Аарона, Надабы и Авиу, воспитывались в доме, где дом переполнил пророчеством, любви к ближнему, святостью, но это им не помогло. Тора подчеркивает, они умирают и не удостаиваются, не входят в землю Израиля. С другой стороны, сыновья Короха, все совершенно наоборот. Обстановка, в которой они воспитывались, это обстановка зависти, комплексов неполноценности, политических споров, интриг. И при этом они, да, удостоились. Они, Тора подчеркивает, остались живы и входят в святую землю. Урок, на мой взгляд, просто. Тут столько глубины, что просто очень сложно остановиться в этом коротком виде. Ну, во-первых, это говорит нам о том, что родословное ничего не значит. У всегда остается свобода выбора в любой момент. Или, как говорит Маймани, здесь великий рамбам, о том, что только глупцы могут подумать о том, что Всевышний все за всех заранее решил. Навсегда нет. У нас остается свобода выбора делать правильный или неправильный выбор в каждом мгновении. Ну, а второе, это урок, который нам дают именно сыновья Короха. Потому что, да, свобода выбора остается, но как сделать этот правильный выбор? И этот урок нам учат, этому уроку нас именно учат сыновья Короха на контрасте с сыновьями Аарона. Сыновья Аарона, когда освящали храм, они по разным мнениям или из пущей святости, они вознеслись и сгорели, или в религиозном экстазе бросились на жертвенник не вовремя, или, как объясняет Раши, они просто полезли вперед, перед своим учителем и своим отцом, думая, что они знают лучше, как нужно делать в прямом смысле слова, полезли перед батьков Пекло, перед Моше и Аароном. С другой стороны, сыновья Короха ведут себя совершенно наоборот. Сыновья Короха, и ключевое слово упоминается именно в словах Моше, они в прямом смысле послушали Моше. Потому что когда Корох выступает против Моше, Моше говорит, подождем до утра, и Всевышний решит, кто с ним, кто приблизится к святости, кто будет жить. И сыновья Короха напрямую слушают Моше, и наутро они решают выйти из коалиции своего отца и выживают, доживают, удостаиваются войти в землю Израиля. В прямом смысле слова, они подождали, они не торопились. Изменить свое мнение всегда можно, или, как говорит Рошаль Ирш, о том, что в прямом смысле слова нужно переспать со своим вопросом и утром на свежую голову принять новое, правильное, аналитическое решение. Или, как говорит другая русская пословица, о том, что, конечно, белорусская пословица не лезь поперед батьков Пекло, она тоже важна. Но в данном случае важнее то, что сказала царевна лягушка о том, что утро вечера мудренее. Делать правильный выбор – это именно уметь подождать и не торопиться, не реагировать эмоционально. И мы знаем на самом деле, откуда и пошли все эти пословицы. Поэтому, дамы и господа, не торопитесь принимать решение. Вдох, выдох – утро вечера всегда мудренее. Успехов, до встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok